В прошлый раз мы говорили о... начиная исследовать учение о Боге, мы говорили о том, что Бог творец, и о его отцовстве, об откровении его отцовства, и к кому оно относится, и как оно должно укреплять и давать нам ободрение, когда мы в каких-то оказываемся в сложных. Обстоятельствах и сегодня продолжение этой темы, что есть провидение Божье, что Бог не просто, как мы уже говорили, создал Вселенную, создал всех людей и подчинил ее каким-то механизмам, которые как бы саморегулируют, самоуправляют ею, но он активно в каждый момент времени управляет всеми событиями, всеми явлениями, как поступками человеческими, так и явлениями, связанными с природой. И он все это контролирует, и он все это производит для определенной цели, и абсолютно никакое событие в... как в истории человечества, так и в состоянии всей Вселенной, созданной Богом, оно не происходит случайно, или бесконтрольно, или просто следуя каким-то слепым механизмам, но всем управляет Господь. И я хочу вначале, прежде чем даже озвучивать вопросы, прочитать 92-й псалом. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда и не подвигнется. Престол Твой утвержден из кони, Ты от века. Возвышают реки Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои. Но паче шума, вот многих сильных волн морских, силен Вышний Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Господь Духом Святым через псалму, через то, что Он вложил в сердце автора псалма, Он утверждает свое владычество в глобальном масштабе, над Вселенной. И престол Твой утвержден из кони, и Ты от века. То есть, как формулирует катехизис, что есть провидение Божие, всемогущая и вездесущая сила Божия, которой Он словно рукою поддерживает небо и землю со всеми их созданиями и управляет ими. Так что все происходящее в этом мире, дождь ли, засуха ли, плодородие или бесплодие, пища или питье, здоровье или болезнь, богатство или бездна, бедность, все это происходит не случайно согласно его отеческому волеизъявлению. То есть, сегодня это учение библейское, которое ясно идет красной нитью с самого начала Писания о том, что Бог не просто Творец всего, а то, что Он владычествует, то, что Он царствует над всем. И никогда не бывало мгновения с момента создания Вселенной, когда бы Господь не царствовал. Когда бы кто-то, нечестивый человек, облеченный властью, творил какие-то злые дела и реализовывал свои какие-то злые намерения в отношении людей, никогда Господь не переставал царствовать. И какие бы бедствия ни случались во Вселенной, какие бы катастрофы ни происходили с людьми, все это было под Божьим контролем, под Божьей рукой. И каждая деталь каждого события, она управлялась Богом. И хотя 92-й Псалом больше делает акцент на Вселенную, на силы, не подвластные человеку, и мы должны понимать, что во времена, когда писались псалмы, у людей представление о Вселенной, о мире было, ну вот в сравнении с тем, что мы знаем сейчас, достаточно ограниченное. Во времена писания катехизиса оно, может быть, было немного шире, но также мы понимаем, вот с каждым годом, с каждыми исследованиями люди копают глубины Вселенной, пытаются постигнуть и открывается, насколько она безгранична, насколько это сложно, насколько человечество мало в масштабах всей Вселенной, бесконечно, безгранично мало. И все так же писание, как оно было актуально для того времени, оно также актуально сейчас. Вселенная, она тверда, не подвигнется, потому что престол Божий утвержден от века. Все это контролируется Богом. И если такое масштабное творение Божье, когда мы соотносим себя, даже нашу Землю, все, что происходит на Земле, со всем тем величием, который человек, даже при всех достижениях сегодняшних, он не может постигнуть. И все, что он постигает, это то, насколько мало он знает. Все, что он постигает, это только, насколько это безгранично. Что когда он смотрит на мельчайшем уровне глубины сотворения, когда он смотрит на строение мельчайших структур, и он никогда не может найти конца, потому что сталкивается с такими моментами, которые он не может объяснить, не может понять. И точно так же в большом масштабе, когда человек исследует масштабные явления, масштабные космические тела или масштабы Вселенной, он также не может дойти к какого-то логического объяснения всему или логического конца, понимает, насколько это все велико. И нам, как просвещенным Духом Святым, должно быть понятно, что это все как малое, так великое, абсолютно и полностью подчиняется Божьему Царству именно как Царю. То есть он всем этим руководит, он всем этим управляет. И вопрос жизни человеческой, книга Экклесиаста очень, я даже не буду зачитывать, в принципе, каждая глава наполнена такой рассуждением о вещах, которые в жизни человеческой вызывают вопросы у любого человека, о несправедливостях, о том, что люди, которые делают доброе в жизни, им принадлежит злое, то есть не видят какого-то успеха, счастья, что происходят вещи, не удача сопутствует, как бы опять же удача, мы понимаем, что это псевдоним Божий, что это не какой-то случайность и тень обстоятельств, не у сильного бывает порой победа, и не у успешного власти или деньги, все это в руке Божией. И соотнося это также с книгой-притчей, в которой много ссылок в катехизисе. Притча 22.2. «Богатые и бедные встречаются друг с другом, и того и другого создал Господь». Мы видим и по своей жизни, что далеко не всегда у нас все хорошо, и более того, ближе опять же к словам Экклесиаста, что больше словам Соломона, как в книге-притче, так и в книге Экклесиаста, большая часть нашей жизни – это труд и болезнь. Большая часть этой жизни – это то, что не приносит нам должного счастья, ожидаемого или удовлетворения. Мы боремся с нуждой, мы боремся с болезнями, мы терпим какие-то скорби, скитания, какие-то неурядицы в жизни. И если бы нам не была открыта полнота Божьего, вот этого водительства и Божьего контроля, то мы должны были погрузиться в бездну какого-то отчаяния, потому что, когда мы делаем что-то доброе, мы ожидаем доброго воздаяния в своей жизни. Часто этого не происходит. Мы видим, люди совершают злые поступки, там очень жестоко поступают ближним своим, там обманом наживают какие-то капиталы, и мы видим их жизни, что у них видимых никаких бедствий нету, которые часто постигают праведных людей. И все это рождает в нашем сердце вопрос, почему так. Но Писание, оно дает полный, вполне полный для верующего ответ на этот вопрос. И он как раз в Божьем царствовании, Божьем владычестве. Когда апостол Павел проповедует в Афинах, и как бы нам, почему именно так он проповедует в Афинах, потому что нам важно понимать контекст этой проповеди, потому что разные народы. Когда он проповедовал иудеям, Павел отталкивался от закона, о том, что они прекрасно знали закон Ветхий Завет, он открывал тайну, которая была заложена в законе, это был Христос. То, что закон говорил не просто о каких-то там моральных, нравственных увещеваниях, но закон в первую очередь указывал на Христа как на единственного праведника, который заслуживал всех благословений закона. И в то же время единственный праведник, на которого легли все проклятия закона. И это был язык, которым он разговаривал с иудеями. Афины, как бы центр греческого мира, это вершина интеллектуальной культуры того времени. То есть все глубины философии, там зарождалась наука, там греческие философы задавались очень глубинными вопросами о Вселенной, о жизни человеческой, там были впервые подняты вопросы о свободе воли, свободен ли человек делать то, что он хочет, или все предопределено. И Павел в очень короткой проповеди к ним, ну, короткой в том, что приведено нам в книге Деяний, он говорит так. Афиняне по всему... 17 глава Деяния апостолов 22 стиха. Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано, неведомому Богу. Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-то нужду, сам, дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышав о воскресении из мертвых, они насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Апостол Павел, движимый Святым Духом, он открывает эту истину афинянам, о величии Божьем, и о том, что он не просто произвел от одной крови весь род человеческий, но он назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. И также он говорит, что мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Павел говорит, помимо того, что он сотворил все, он определил место и время существования для каждого народа. Это значит, что все войны, какие-то катаклизмы, какие-то глобальные события, которые стирали с лица земли, целые народы. И если для еврея, для иудея, который имел перед собой книги пророков, для него это было ясно и понятно, потому что Бог провозглашал суд над некоторыми народами, и он говорил, этот народ я уничтожу, и следа не останется от него, как там было с Едомом. И исторические события показывали, что нечто происходило, что эти народы действительно исчезали, и от них только оставались на данный момент, остались только какие-то свидетельства, там, города, высеченные в скалах, но народа уже нет, по Божьему определению. И также он говорит, что мы живем и движемся, и существуем только им. То есть Бог контролирует не только в таких глобальных масштабах существования народов, он контролирует жизнь каждого человека. В тот момент, когда человек появляется, уже все определено, вся его жизнь, всякое его дыхание определено Богом, всякое событие в его жизни, его поступки, они определены Богом. И только милостью Божьей существует, и только его участием каждый человек существует. И все контролируется им. И Павел из этого, если взять эту доктрину, как ее нечестиво многие люди толкуют, то, что раз все предопределено, раз Бог управляет, абсолютно управляет всеми событиями, каждым шагом, каждого человека, это то смысла как-то напрягаться, что-то делать, как-то стараться быть хорошим или предпринимать какие-то действия, нет смысла, так как Богом все предопределено, Бог все контролирует, и все равно все происходит по его промыслу, никто не сделает чего-то против его воли. И этот же вопрос Павел отвечает на этот же вопрос в 9 главе послания к римлянам, что упрек к Богу, почему он обвиняет людей, которые по его же промыслу, например, ожесточены, так как Павел приводит пример фараона. Но тут происходит как раз из этой истины, как и из многих других истин Писания. Отношение к этой доктрине о Божьем провидении, о Божьем управлении, оно производит как раз разделение между верующими и неверующими. Оно производит разделение между теми, кому Бог предопределил веровать, и кого Бог во Христе избрал прежде начала мира. Эти люди, они начинают не сетовать на Бога, а сетовать на свои грехи, на свое состояние. Люди, которые ожесточаются сердцем, которые не хотят принимать эту истину, которые, как в второй псалом говорит, что хотят свергнуть эти узы, эти оковы, которые они понимают, как узы, как и оковы, это нечестивые люди, которые их же попытки свергнуть эти оковы, они Богом будут обращены к посрамлению этим людям, и они не смогут через это избежать своей участи. И истина об этом, она является в первую очередь утешением для народа Божьего, потому что нечестивый человек, зная о Божьем предопределении, зная о Божьем провидении, о Божьем управлении, для него это весь говорит о том, что несмотря на все его попытки многие люди творя зло, они пытаются его искупить собственными добрыми делами, как бы это было во все времена истории человеческие, как сейчас мы это видим, что там люди, которые в нашей стране в 90-е на крови человеческой, на беззаконии, они сколотили большой капитал, стали какими-то крупными бизнесменами, путем боровства, путем насилия, путем обмана, то сегодня они пытаются участвовать в каких-то благотворительных проектах, жертвовать большие суммы огромные на помощь нуждающимся, они строят православные храмы, и вот то же самое, что написано в Павел говорит в первой главе римлянам, то, что в конечном итоге неизвинительный человек, потому что он так или иначе, отвергая, может быть, словами, он понимает, что возмездие за его злые дела, оно не, Бог, он понимает, как бы он там не называл себя атеистом внутри себя, он понимает, что все злое, что он делает в жизни, оно будет отомщено, потому что есть Бог, и он пытается человек нечестивый искупить зло, которое он творил, какими-то добрыми делами, и это как раз свидетельствует против него, потому что это показывает, что он не в неведении абсолютно пребывает, он не в каком-то, не просто какая-то марионетка, которая вот бессмысленно повторяет действия кукловода, он вполне осознанно делает зло, вполне осознает, что это зло, это есть действительно зло, и это зло будет наказано, и он пытается пытается это зло искупить неправедными методами, не прибегая к единственному искуплению, которое совершено в Иисусе Христе, человек пытается своими добрыми делами, они ему кажутся добрыми, как бы заслужить прощение от всего того, что он делал злого, и таким образом никто не имеет права хулить Бога за вот это предопределение, никто не имеет права и заграждаются всякие уста, потому что человек делает это зло осознанно, он идет против Бога осознанно, и в своих попытках это зло искупить, он видит как раз, он показывает как раз осуждение себе, он не является каким-то невинным существом, которое следует своему инстинкту, как там животные, которые не размышляют о моральности или о моральности того, что они кушают другое животное, следуя какому-то природному инстинкту, человек имеет это моральное чувство, это моральное внутреннее развлечение, которое, как Павел говорит, оно вложено, закон вложен в сердце человека, и он все равно понимает, что есть хорошо, что есть плохо, и он своими действиями свидетельствует только против себя, и Бог не может быть обвинен в его зле, которое он сам совершает. И это обвинение против всякого неверующего, против всякого отвергающего Божье владычество. Но Писание, так же как 92-й Псалом, он в первую очередь направлен не на обличение или устрашение неверующего, этот Псалом направлен на утешение народу Божьему. Для нас эта истина, эта доктрина, она повторяется многократно Иисусом Христом в его земном служении. Когда он многократно разными, используя разные примеры, он говорит, что Матфея 10, 29, 30 «Не две ли малые птицы продаются за Осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца нашего? У вас же волосы на голове сочтены». То есть для верующего человека, для нас, которые понимают это Божье владычество, и мы очень часто на протяжении своей жизни мы сталкиваемся, во-первых, с чисто житейскими трудностями, с какими-то событиями, которые нам кажутся неуправляемы, когда мы ждем чего-то хорошего, происходит злое, когда мы ожидаем какого-то доброго результата от своих трудов, а в итоге видим наоборот какой-то урон, какой-то ущерб, страдаем от болезней, которых мы не ожидаем и не учитываем как-то в своих планах. И Господь в этом утешает нас. Он говорит, что ничто не выпадает из его плана. И если даже малая птица, которая нам кажется незначительной без воли Божьей, без воли Отца Небесного не падает на землю мертвой, то точно так же всякие события неприятные для нас, они все равно происходят под Божьим предопределением, под Божьим контролем. И об этом Павел говорит в 8-й главе послания к римлянам. С 24-го стиха Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Вот это как раз дар веры, который мы имеем от Бога, и которого человек сам не может из себя произвести веру. Мы понимаем, что вера и надежда это не одно и то же, но это очень тесно взаимосвязанные вещи. Надежда подразумевает, что человек, не видя на данный момент чего-то доброго, но он имеет какие-то основания ожидать этого доброго. то есть в этом точно так же вера. Что есть вера? Это когда мы не видим какой-то истины духовной, мы ее не можем пощупать, мы ее не можем объективно исследовать, но мы доверяемся этой истине. мы не можем объективно руками или глазами увидеть путь искупления. Но когда Дух Святой через Слово Божие говорит в наши сердца и вселяет в нас веру, мы принимаем это по милости Божьей, именно то, чего мы не видим. Мы принимаем, что Иисус Христос умер за наши грехи, то, что его праведность меняется нам. И когда мы видим, что в нас самих нет этой праведности, когда мы видим, как мы нечестиво порой неправильно мыслим, неправильно поступаем, имеем нехорошие мотивы, то вера, она то, что связывает нас с тем, что сделал для нас Христос. И мы не видя, не видя какого-то четкого, объективного подтверждения, мы доверяем этой истине. Точно так же надежда, она не видит физически то, что нам обещано, она не видит физически порой какого-то утешения или предвестников какого-то добра, которое нас ждет. Но Дух Святой вселяет нас в надежду, и она является надеждой именно потому, что мы не видим, но мы доверяем этой истине, которую дальше Павел утверждает до конца 8 главы. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Самый Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что сказать на это, если Бог за нас, кто против нас, тот, который Сына Своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Кто осуждает, Христос умер, но и воскрес, Он одеснует Бога и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за Тебя умерщвляют нас всякий день, и считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силу возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Это великое утешение, которое, наверное, одно из наиболее утверждающих народ Божий в Новом Совете мест, которые говорят о том, насколько велика Божья любовь к его народу, и хотя это истина сегодня лжеучителями, она извращается, когда вырываются отдельно из этого отрывка отдельные какие-то моменты, когда говорится, что Бог любит нас, поэтому должно быть все хорошо в нашей жизни, и в своей духовной слепоте они не понимают, что если 35 стих говорит, что отлучить нас от любви Божьей скорбь или теснота или гонений или голод или ногота или опасность или меч как написано за тебя умиршляют нас всякие идеи считают нас за овец обреченных на заклание не это ли значит что Павел пишет как раз людям и как он сам которые терпят скорбь которые стерпят тесноту которые в гонении в голоде в ноготе в опасности от меча то есть это люди которые в реальном времени все эти скорби переживают и когда он писал это римской церкви и прошел короткий промежуток времени когда римская церковь оказалась в жесточайших гонениях от Нерона и там не знаю насколько это исторически верно но как бы есть основания полагать что и Павел был умер вшлен в этот период этих гонений Нерона и церковь в тот момент претерпела такие ужасные гонения издевательства и которые порой мы когда начинаем когда нас там за какие-то взгляды нас где-то там ущемляют высмеивают подвергают каким-то неприятным вещам которые нас задевают мы можем вспомнить хотя бы тот период церкви римской который Павел писал которую Павел утверждал вере и которую Павел говорил что ничто никакое-то зло не отлучает вас от любви Божией я думаю что эти наставления Духом Святым вселенные в сердца церкви Божией они способствовали тому что церковь не с позором прошла эти испытания то что мы сегодня имеем героев веры о которых писание не говорит но история церкви говорит которые перед лицом гладиаторов перед лицом диких зверей они оставались верны Христу люди которые могли бы через отречение избежать этого распятия на Христе обмазывания смолой когда Нерон в безумии делал факелы из живых людей живых христиан то только это утверждение которое говорит что никакие эти скорби не они не случайны Господь это допустил Господь это определил но это не отлучает от любви Божией как раз надежда на то что мы искуплены и мы ожидаем ничего-то доброго просто в этой жизни но мы ожидаем вечного искупления и прославления которое как мы понимаем оно произойдет оно станет явным только в нашем вечном существовании уже с Богом не на этой земле Павел перечисляя это говорит об этом в настоящем времени как как уже совершенном он говорил кого предопределил тех и призвал кого призвал тех и оправдал и кого оправдал тех и прославил он о людях которым уже Духом Святым явлено что они оправданы что они призваны через проповедь Евангелия которые уже служат Богу он говорит что их и прославил как событие которое для них еще по времени не произошло но он их утверждает в вере говорят что это как говорит об этом как уже как о существующем как о реальном именно потому что этих людей либо в том времени либо в ближайшем будущем их ожидает скорбь теснота меч гонения ногота голод и какие-то неприятности мы сейчас будем ну как бы честными мы очень далеки от этого мы не испытываем голода действительного голода мы не испытываем ноготы у нас есть кров у каждого из нас у нас есть что покушать на каждый день нам нас никто не приходит нас не арестовывает не подвергает пыткам за то что мы верим или просто не проявляет нам какого-то зла но порой мы унываем от гораздо более мелких бедствий неприятностей которых мы постигаем то есть там ты хватил камень в почке и все ты уже думаешь все помирать думаешь что все там жена с детьми одна останется потому что просто вот там дикая боль появилась и все и мы в этот момент забываем о том утешении которое Господь дает и то что Павел говорит выше любящим Господа призванным по его изволению все содействует ко благу все значит все и даже если там смерть уже уже вот на пороге и нам кажется что она не вовремя а смерть я думаю что никогда никому не кажется что она приходит вовремя и мы видим что случается несчастье и с молодыми людьми которые вроде там полны планов на жизнь полны каких-то добрых надежд и их жизнь обрывается и с верующими людьми такое происходит Господь забирает детей маленьких и это все очень горько это все очень страшно и неприятно но в этом всем верующий человек имеет утешение имеет утешение и эту надежду которая как раз в Божьем владычестве Господь царствует и он все производит для своей славы и как сказал нам уходонос мы тоже я уже не буду возвращаться вы уже читали это место интересно сказано что когда разум вернулся к нему то есть такие вещи когда человек по сути утверждает свободную волю и власть человека делает все что ему вздумается и Бог как бы они говорят Бог смотрит на это с стороны он со стороны он дает человеку эту свободу от обратного мы можем сказать что это безумие это отсутствие разума потому что и это отсутствие разума было уходоносора когда он возгордился и посчитал какой я великий царь сколько царств я завоевал какое могущество я достиг какой прекрасный величественный Вавилон и Господь его повергает в полное безумие когда он ведет себя как животное и становится выглядит как животное и когда возвращается к нему разум он начинает понимать что Господь действует царствует во всей земле и люди перед ним ничего не значат в том смысле что они не могут ему диктовать свою волю Бог не будет спрашивать разрешение у человека а можно я тебе допущу вот такую скорбь в твоей жизни такую неприятность вот согласен ли ты согласен ну тогда вот потерпи немного согласен ли ты принять такие скорби нет не согласен ну тогда я не буду насылать это но Господь власть им действует но так же от обратного все люди перед ним ничего не значат мы должны понимать это не в том смысле что Богу все равно на всех мы должны понимать из писания из других мест что он любит свой народ и он бесконечно любит свой народ и он прославляется в прославлении своего народа и он ведет свой народ для своей славы и поэтому всякое зло которое приходит в жизнь верующего оно для прославления Бога оно для блага для этого человека потому что в благе в искуплении в том что Бог нас ведет к вечному спасению и мы будем в прославленном состоянии с ним это опять же не просто для того чтобы ублажить нас мы не являемся конечной целью всякого Божьего деяния всякого Божьего деяния целью является его слава он прославляется через это как через спасение тех кого он искупил так через осуждение и справедливое наказание всех кто вне его искупления и поэтому в этом смысле мы должны понимать что никто перед его лицом ничего все люди ничего не знают что они не будут советоваться он не будет советоваться с ними чтобы ему что-то допустить и история Иова тоже нам катехизис обращает наше внимание опять же на эту очень важную историю которая в принципе если взять ее выжимку всего смысла что в ней заложено она как раз говорит о Божьем Царстве о Божьем Владычестве и о Божьей благости к его людям и мы видим что все скорби которые сатана приносит Иову они только по Божьему регламенту не строго ограничены Божьим определением что до сих до сих ты можешь коснуться его плоти не касаясь его души ты можешь коснуться всего что он имеет и праведный Иов и Писание нам объясняет почему он праведен Писание одновременно показывает что он не мог быть праведен по законам потому что даже в своих рассуждениях мы видим из него когда он говорит такие вещи что я тоже когда-то уже по-моему это упоминал когда Иов говорит что люди которые отца которых я не дал бы есть со своими псами моими они теперь смеются надо мной мы видим что когда люди говорят что Иов был праведен своей праведностью по закону мы видим что там гордыня была достаточно серьезная если бы мы встретились с таким человеком в жизни который бы сказал да вот эти я по отцам с собаками их отцов не покормил мы поняли что там очень гордое очень превознесенное сердце но при этом во всей этой немощи и в физической и даже в исповедании неправедности духовной человек говорит я знаю что искупитель мой жив я знаю что он восстановит плоть мою распадающуюся и мы понимаем что Иов был праведен именно верой своей именно упованием на Бога и нам показано как его неправедность по закону его неправедность он не мог быть совершенным перед законом он не во всем верно он говорил в плане что когда он рассуждал мы скрывались его грехи его внутреннее его состояние но тем не менее его упование было на Боге его упование было не на самом себе он уповал на Бога и более того что интересно Бог не извиняется перед Иовом за свои действия он нигде не говорит ну потерпи ну как бы я был бы он даже Иову в своем диалоге он не рассказывает об этой истории сатаной который пришел там и говорил что не даром богобоязнен Иов Бог просто открывает свое величие как раз во всей вселенной во всей природе он открывает Иову величие сотворения и открывает насколько велик разум Бога что он контролирует настолько сложные настолько непонятные человеку процессы основания земли творения там левиафан другие события в природе и говорит я все это сделал я все это контролирую и ты мне будешь задавать вопросы как вот мне что я что-то неправильно неверно сделал и после этого он благословляет Иова не извиняясь за свои действия даже не объясняя в полной мере для чего он это допустил и это также для народа Божьего это история всегда когда мы в скорбях всегда когда нам кажется что какие-то беды несправедливо постигают нас нам просто прописано читать книгу Иова сравнивать соотносить свои неприятности с его неприятностями и видеть утешение в Божьем владычестве видеть то что это все контролирует Бог и своих детей он все равно любит милует и все зло которое приключается с нами оно в конечном итоге для нашего блага и с этого начинается катехизис тоже я думаю не случайно утешение для верующих и утешение как раз не тем у кого все хорошо и не предвидится никаких бед но утешение во-первых грешникам сокрушенным которые понимают через слово Божье состояние своего греха состояние зло своего сердца бессилие делать что-то доброе в этом нам утешение в искуплении Христа в полном прощении которое он дает даром в обменении праведности которое он дает даром и так же это утешение и во всех скорбях которые происходят с нами не по нашим грехам как нам кажется но опять же понимая нашу греховность мы должны понимать что мы не заслуживаем ничего доброго если случается что-то доброе то это только по милости Божией если случается что-то злое то это в меньшей даже мере чем мы заслуживаем и это опять же должно давать нам утешение и к вопросу что же нам делать зная это владычество Божие потому что порой нечестивые люди неправедные люди которые называют себя христианами которые называют себя верующими но их уши закрыты их глаза закрыты они мертвые и слепые они не видят этой истины в писании они утверждают что нет все делает человек Бог отдал право выбора в руки человека Бог отдал спасение вечное в право человека эти люди они порой произносят такую хулу на верующих и говорят что якобы верующие в Божье владычество в Божье предопределение они там они беззаконники они будут говорить что раз Бог все предопределил и Бог всем руководит нам не нужно ничего делать нам нужно расслабиться если грешить то грешить спокойно потому что все Бога под контролем но это как бы хула на истину это хула на народ Божий и это опровергается очень легко писанием это очень опровергается истории церкви и уже завершаем и вернемся к посланию эфесянам я прочитаю сначала из первой главы Павел волею Божью апостола Иисуса Христа находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа благословившийся нас во Христе всяким духовным благословением в небесах так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей в похвалу славы благодати своей которую Он облагодатствовал нас возлюбленным в котором мы имеем искупление кровью Его прощения грехов по богатству благодати Его каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении открыв нам тайну своей воли по своему благоволению которое Он прежде положил в Нем по строению полноты времен дабы все небесное и земное соединить под главою Христом Павел утверждает как раз в церкви избранием Божьим предопределением от начала мира о том что к своей церкви к своему народу Бог был благ и определил доброе еще до сотворения мира и определил всякое благо для своего народа прежде создания мира и Он говорит что избрал нас в Нем прежде создания мира чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви то есть Божье предопределение и Божий план не к тем кто пытается быть святым и непорочным или быть в любви Божий план и Божье предопределение для того чтобы сделать тех кому Он определил кого Он возлюбил прежде начала мира святыми и непорочными в любви и вторая глава Ефесянам которая говорит о нашей духовной мертвости а также говорит о Божьей благодати которой мы воскрешены к жизни и как бы эту мысль он завершает 8 9 10 стих 2 главы его благодатью вы спасены через веру и сияние от вас Божий дар не от дел чтобы никто не хвалился ибо мы его творение созданного Христе Иисусе на добрые дела которые Бог предназначил нам исполнять эти места они как раз опровергают эту хулу что мы призваны к какой-то апатичной и бездеятельной жизни что раз мы призваны то значит мы оставлены вот там в своем состоянии просто ждать нашего спасения но мы так же как в другом месте говорит Павел что страхом и трепетом совершайте ваше спасение потому что Бог производит в нас и хотение и действие по своему благоволению и мы призваны по милости Божией к этой жизни чтобы совершать добрые дела которые не суть наши добрые дела но которые Бог предопределил нам совершать то есть другими словами которые Бог совершает нас и поэтому всякому истинно возрожденному он должен во-первых искать успокоение своей совести которая опечалена грехами которая опечалена нашим состоянием и если бы вот это искупление как раз оно зависело от нас то не было никакого утешения нашей печали почему потому что если это зависит от нас то имея просвещение от писания мы понимаем что даже то что мы делаем мы не делаем так как должно и она не может приниматься Богом так как должно потому что оно не соответствует Божьим требованиям но так как мы приняты в Иисусе Христе так как мы прощены в Иисусе Христе так как нам вменена его абсолютно совершенная праведность и наше измененное сердце которое Духом Святым имеет чувствительность к греху имеет неприязнь к греху имеет желание угодить Богу и то что мы делаем в этом состоянии сердца оно ничего не добавляет к нашему оправданию оно никаким образом не совершенствует труд который Христос совершил за нас то есть мы должны понимать что добрые дела которые Бог определил нам совершать они не имеют никакого отношения к тому оправданию которое Бог уже совершил в нас оно не имеет никакого отношения в том плане что добавляют нам какой-то новой праведности добавляют нам какого-то условия на котором Бог принимает нас как сейчас многие лжеучители учат что да Бог оправдал Бог принял но вот совершая добрые дела мы таким образом приходим в совершенство и на основании того как мы ведем себя после обращения Бог принимает уже нас и это лжеучение но с другой стороны мы должны иметь всякое усердие к добрым делам и к тому чтобы быть послушным всему тому чему научил нас Христос к чему учат нас апостолы именно потому что мы оправданы и таким образом будут закрываться нечестивые уста которые обвиняют верующих в истинное Божье избрание Божье предопределение когда они говорят что вы будете то что вы проповедуете это оно делает вас нечестивцами то что вы не имеете никакого усердия к добру вы не имеете никакого усердия в борьбе со грехом потому что вы думаете что Христос уже все совершил за вас и вам ничего не нужно ни в какого вклада нет наоборот то что Иисус все сделал для нас то что Иисус нас полностью окончательно искупил обменил нам праведность и никакое действие не может отменить этого Божьего решения оно делает нас способными и усердными в добрых делах и история церкви это только подтверждает и даже как раз те например насмешки издевают ну как бы вот это вошло уже в историю буританства буританства буританских взгляд это значит какое-то особенное отношение к чистоте которое какое-то особенное отношение к внешнему благочестию о том что люди стремились быть послушными Богу в каждой сфере своей жизни в своей работе в своем труде там в профессиональной деятельности в своей семье в отношениях с людьми и мы знаем из истории это как раз те люди которые веровали в Божье предопределение которые верили что Бог все совершил и сама история церкви история мировая история она показывает что почему-то именно эти люди на себе оставили отпечаток исторический они говорили как об особо благочестивых людях о людях которые построили общество даже когда сейчас говорят неверующие историки которые разумно смотрят они говорят что там экономический взрыв экономический подъем в Европе отмена рабства оно было как раз продиктовано этими людьми как раз идеологией не католической идеологией добрых дел которые делают человека спасенным не пелагианским взглядом а наоборот взглядом монаргистическим взглядом на то что Бог совершает добрые дела через верующего Бог делает верующего святым и праведным своим действием и это давало мотивацию к добрым делам и праведной жизни и мы должны вооружившись этим не полагая никакого основания никакой надежды на наших добрых делах на нашей борьбе с грехом на наших попытках быть праведными угодить Богу мы в этом плане мы введены покой мы знаем что Бог принимает нас не на основании этого Он нам говорит успокоиться от всех трудов своих в том смысле что не надо теперь пытаться угодить Богу чтобы Бог принял нас Он уже принял нас Он уже вменил нам праведность свою и в этом плане мы в покое Его мы как свободные не как рабы Он сделал нас способными угождать Нему и в этом мы следуем за Ним мы исполняем Его заповеди Его требования мы боремся с грехом мы ищем возможности совершать добрые дела в первую очередь своим поверь а в остальном всем кто окружает нас как свободные не как пытающиеся заслужить спасение заслужить прощение или как-то верифицировать свою возрожденность а как свободные и это прекрасная истина которое вот это учение о Божьем предопределении оно завершает мы знаем что все события они определены Богом мы знаем что все скорби которые нас постигают в жизни они не спонтанные они Господь руководит этим Господь допускает нам терпеть какие-то неприятности но в этом всем Он нас утешает Он говорит что Он любит нас что Он принял нас Он говорит о нас уже как как о прославленных в небесах и в этом Он дает нам силы как свободным совершать добрые дела опять же которые Он сам совершает через нас Он производит в нас хотение и действие по своему благоволению это значит что Он благорасположен к нам и через это благорасположение Он вкладывает в наше сердце желание по всякому доброму делу желание ко всякому добру оно не происходит из нас так как наша природа испорчена но оно происходит от Духа Святого которого Бог по милости вселил нас и таким образом мы веруя в эту доктрину мы должны быть спокойны проходя любые трудности мы должны быть мы имеем ответ даже когда мы видим собственные грехи собственную неправедность это не должно повергать нас в отчаяние это должно нас побуждать каждый день как вот я цитировал очень глубокие слова этого лютеранского служителя который говорил мы не должны обращаться каждый раз к моменту своего обращения когда мы в грехе и думать вот Бог меня принял и простил потому что когда-то я правильно обратился к нему и это обращение соответствует каким-то критериям но каждый день мы должны приходить ко Христу как в первый раз каждый день когда мы видим свою греховность мы имеем ходатай мы имеем того кто пролил кровь за нас и мы можем приходить к нему за прощением не возвращаться в наше прошлое а здесь и сейчас мы имеем того кто помогает нам в немощах наших и точно так же мы имеем усердие в добром делам усердие в благочестивой жизни только потому что Бог вложил и производит в наших сердцах это всякое доброе желание и в этом мы должны утешаться успокаиваться и иметь баланс и во-первых бежать от всякого искушения думать что наша сейчас праведная жизнь или какие-то добрые дела или какие-то плоды которых не было до нашего обращения что они делают нас принятыми Богом нет это Бог производит по милости только потому что он уже принял только потому что он уже простил только потому что он уже вменил на совершенную праведность Христову и он хочет через нас прославляться поэтому он в нас производит эти добрые желания и мы во всем этом во всех сферах нашей жизни во всех скорбях мы имеем это великое утешение от Бога который царствует от Бога